Рэп-индустрии Рэп-индустри, который и так находился за решеткой, наконец получил приговор. И теперь можно сказать точно, он просидит в тюрьме до глубокой старости. Если, конечно, его здоровья хватит на такой срок. Сколько же лет ему дали? Сегодня расскажем вам про это и другие случаи, когда рэперы получают такие приговоры, что становится понятно, на свободе они уже не окажутся. С вами канал Убивая Би Пи Эм. Мы начинаем. Поехали! Что ж, начнем сразу же с последних новостей. Аркелли, 55-летняя легенда R&B, автор песни I Believe'a Can Fly и обладатель трех Грэмми, приговорен к 30 годам тюремного заключения. В сентябре 2021 года он был признан виновным в торговле людьми с целью интимной эксплуатации. Теперь он пробудет за решеткой до 84 лет. Судья Доннелли, вынесшая приговор, обратилась к певцу так. Цитата. Эти преступления были взвешены, тщательно спланированы и регулярно исполнялись на протяжении почти 25 лет. В ходе рассмотрения дела в суде выступили 45 свидетелей. 11 из них заявили об абьюзе со стороны Аркелли, а также о физическом и эмоциональном насилии. Шестеро рассказали о связи Аркелли с несовершеннолетними. Одной из жертв, предположительно, стала бывшая супруга артиста, на которой тот женился, когда ей было всего 15 лет. В ходе судебного процесса, длившегося несколько недель, по показаниям свидетелей, была установлена схема того, как жертвы попадали в сети певца. Как правило, они пересекались с ними в общественном месте или на выступлениях, а сообщник Келли передавал им номер телефона, по которому нужно было позвонить. После этого они оказывались втянутыми в систему физического и психологического насилия. Келли заставлял своих жертв совершать действия для его удовлетворения и часто снимал это все на видео. Он установил строгие правила, диктующие жертвам, куда им разрешалось ходить и с кем разговаривать. Он заставлял их писать письма или записывать себя на видео, утверждая, что они делают все по собственной воле. Судья Доннелли приняла во внимание доводы защиты, в том числе то, что Келли пережил тяжелое детство и подвергался насилию со стороны своей сестры и домовладельца. Однако судья добавила следующее. Цитата. Сам Келли отказался выступать в суде. Его адвокат сослался на ожидающее рассмотрение дела. Второй ветеральный процесс в Иллинойсе, который должен начаться 15 августа. И отдельное уголовное обвинение в Миннесоте. Хорошо, что у нас в стране таких резонансных дел с хип-хоп артистами пока что нет. Даже Моргенштерна, которого суды прессуют, наверное, больше всех, никто не собирается сажать даже на год. Кстати, про Алишера. Все же вы знаете, как Моргенштер на самом деле любит своих подписчиков. Специально для них была создана телега «Халява от Моргена». Там уже произошел крупный слив фастфудов вроде «Вкусные точка», дающий возможность ежедневно питаться бургерами по 1 рублю за штуку. А из последних крутых новинок – промокоды для подписки на онлайн кинотеатр «Винг» и кэшбэк от банка «Открытие». И все это бесплатно. В перемешку с новостями из жизни Моргена ребята делятся сливами уникальных купонов и скидок, которых нет больше ни в одном канале. Заказывайте за копейки вкусняшки из Яндекс.Маркета в KFC Бургер Кингов. Ну а Морген поможет вам на этом сэкономить. Халява от Моргена. Ссылка в описании. Еще аристократичный папочка. Видишь, на клецу ночная бабочка. Ну а мы пойдем далее. Примерно до тех же 80 лет сидеть за решеткой придется и другому американскому рэперу. В мае этого года стало известно, что 62-летний американский пионер рэпа Декит Криоли, участник проекта Grandmaster Flash и Furious 5, приговорен к 16 годам тюремного заключения за убийство бездомного. После отбывания срока музыканту грозят еще 5 лет надзора. Инцидент произошел в августе 2017 года на Манхэттене. По словам прокурора, рэпер проходил по улице мимо бездомного. Они обменялись несколькими словами, после чего музыкант вытащил нож и нанес ему собеседнику два удара в корпус. Стекающую кровью жертву обнаружили туристы. Когда пострадавшего доставили в госпиталь, он был уже мертв. Декит Криоли скрылся с места инцидента, отправился в свой офис, переоделся и вымыл орудие убийства в раковине. После чего выбросил его в канализацию возле станции метро в Бронксе, где нож и был обнаружен, что привело к аресту исполнителя. Настоящее имя музыканта Натаниэль Гловер родился 19 февраля 60-го года в Бронксе. Где-то в 90 лет из тюрьмы, если он до этого доживет, выйдет и шуг Найт. В 18-м году он пошел на сделку с правосудием. Найт согласился не оспаривать обвинения в наезде на двух человек, один из которых погиб. Прокуроры, в свою очередь, смягчили категорию убийства, которую вменяют продюсеру. В итоге 53-летний артист проведет в тюрьме 28 лет вместо пожизненного срока, который ему грозил. Инцидент произошел в 15-м году. Скандальный продюсер сбил двух знакомых на своем пикапе на парковке в пригороде Лос-Анджелеса. Напомним, Найт был сооснователем известной звукозаписывающей компании Dead Row Records, ключевого лейбла западного побережья США в начале 90-х. Dead Row Records выпускала альбомы многих важнейших рэп-музыкантов. На лейбле выходили первые записи Тупака Шакура, Снуб Дога, Доктора Дре и многих других. Есть слухи, что скоро на свободе может оказаться YNW Мелли. Пока что это действительно только слухи, но об этом уже активно говорит его мать. Тем не менее, на данный момент Мелли сидит в тюрьме, и если ничего не поменяется, выйдет оттуда уже довольно взрослым человеком. Если вообще выйдет. В феврале 2019 года YNW Мелли был задержан полицией. Ему предъявили обвинение в убийстве двух бывших друзей. Убийства были совершены в октябре 2018 года. Также в преступлении обвиняется предполагаемый сообщник рэпера Кортлен Генри. По версии следствия, после убийства злоумышленники инсценировали перестрелку из автомобиля, чтобы запутать полицию. Сообщалось, что прокуратура была намерена потребовать смертной казни для музыканта. А это означает, что даже если смертной казни и не случится, то рэперу все равно будет грозить длительный срок. Скорее всего, не меньше, чем у Аркелли. Ранее YNW Мелли дважды был задержан полицией за хранение веществ. Рэпер наиболее известен благодаря хиту Murder On My Mind. Клип на эту песню собрал сотни миллионов просмотров на ютубе. Харистоматийный случай, когда рэпер получил такой срок, что тюрьма для него стала настоящим домом, это суд над Тэй Кеем. Летом 2019 года стало известно, что американского хип-хоп-исполнителя Тэймора Тревана Макинтайра, поступающего под псевдонимом Тэй Кей, приговорили к 55 годам тюрьмы. 19-летнего музыканта признали виновным в убийстве человека во время вооруженного нападения в 2016 году, а также обязали выплатить штрафы на общую сумму более 20 тысяч долларов. Кроме того, его приговорили к 30, 13 и еще раз к 13 годам за три случая грабежа при отягчающих обстоятельствах. Все приговоры вступили в силу одновременно. Тэй Кей был одним из семи обвиняемых по делу в убийстве 21-летнего Итана Уолкера. Группа планировала ворваться в дом мужчины в Мэнсфилде, чтобы украсть вещества и деньги, однако это привело к перестрелке. Одной из наиболее известных работ рэпера стал трек The Race, который он написал, сбежав из-под домашнего ареста. В клипе на эту песню Тэй Кей танцует, размахивая пистолетом, называет себя стрелком и зачитывает строки «Я проснулся в плохом настроении. Кто умрет сегодня?» Как передает издание Billboard, в ходе суда прокурор обратил внимание присяжных на клип артиста, заявив, что это характеризует обвиняемого. Отмечается, что рэпера подозревают еще в одном убийстве. Тэй Кей угрозит смертная казнь, если его признают виновным по этому делу. В случае, если срок окажется прежним, музыкант выйдет из тюрьмы в 74 года. Учитывая все условия, можно сказать, что вся жизнь рэпера пройдет за решеткой. Если говорить про нашу страну, то и тут не без прецедентов. 3 ноября 2021 года, то есть меньше, чем через год после освобождения, Выборгский городской суд Ленобласти арестовал Янг Трэпу. Рэперу предъявлено обвинение в насилии и двух эпизодах других насильственных действий, сопряженных с угрозой убийства. По словам потерпевшей, он обещал ее задушить и даже выбросить в окно. Напомним, что заявление на исполнителя написала 18-летняя студентка из Санкт-Петербурга. Она настаивала, что музыкант силы принудил ее к близости в коттедже, арендованном компанией для отдыха. Со слов потерпевшей, там предполагалось обсудить предложение о съемках в клипе, которое сделал ей сам Трэпа. Рэпер же уверяет, что все случилось по взаимному согласию и не впервые. Позднее обвинение против рэпера выдвинула еще одна 18-летняя девушка, которая также была в коттедже. Как вы понимаете, Трезине все обвинения отвергает. После всего этого Трэпа отправился в СИЗО на два месяца, но новостей о его освобождении до сих пор не появлялось. Возможно, музыкант уже вышел на свободу, но пока что не торопится что-то делать публично, ожидая суда. Так или иначе, у артиста Трэма сменяется СИЗО и наоборот. Довольно много времени он уже провел за решеткой. Следим за ситуацией. Влад, скажите, вы считаете себя виноват? Нет. Вас оговорили? Да. Зачем это было нужно? Не знаю. А на сегодня у нас все. Кого вы бы добавили к этому списку? Оставляйте свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok